Всем привет, с вами Мимико, я продолжаю проходить Hollow Knight И, как вы помните, мы сейчас в воющих утесах, мы добрались на другую сторону, скажем так Это получается... Ну, вот да, слева мы все прошли, все, что под нами, мы прошли И вот эта вот верхушка, и плавненько спуск в грязь Вот я его очень хочу пройти по-хорошему И все там увидеть, все там узнать И, скорее всего, победить вот этого воина, который стоит здесь около своего памятника, получается, наверху Но сначала, наверное, мы сейчас здесь заодно по дну пройдем Сильный Это он тебя убил, что ли, получается? Блин, интересно, конечно Да, вот здесь пройдусь, посмотрю, что тут есть А вдруг мы еще что-то увидим А, ну, как минимум мы видим здесь души Это очень хорошо Это мне пригодится сейчас в бою Так Ага И здесь выход как раз отсюда Ну, он нам пока что не актуален Вот так Проверяю на всякие скрытые места Давайте его послушаем Я есть горб Кланяйся, 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 кланяйся горбу Великий разум Я есть горб Вознесись, 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 вознесись вместе с горбом Он мне почему-то напомнил Грута Ну, ладно, давай Принять вызов воина из грез Окей Ой, какой ты милый А, ты будешь у нас с разными штуками этими стрелять Неплохо Забавная у него озвучка, прям классная Ай Ай-яй-яй Ага Подряд сразу же Две атаки Ладно, я поняла Хорошо Я поняла свою ошибку Но надо было увидеть, что он делает В принципе, можно на него тоже взять щит Давайте поменяем немножко Амулеты Так Капрезный компас мы снимаем Убираем ловкача Щит грез Вместо Вместо колючек страданий Я странный человек, наверное Но я хочу лишний раз просто наносить по нему Атаку Я думаю, что это такой достаточно оптимальный вариант будет Тише, тише, тише Не умирать Блин, там душа была Я ее не набрала Ну, ладно Где моя душа, простите А, ну все хорошо Все хорошо А то я что-то аж Разнервничалась Куда она делась Потому что вроде как Она была сверху Ну, сейчас в идеале я убью его за один раз Попробуем Блин Озвучка просто шикарная Мне нравится Херюсь Так, по две подряд выпускает Значит, скорее всего мы близки Если за ними внимательно следить То вообще легко, наверное, будет А, три 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 Это, конечно, мощно Не, это было, конечно, на грани Но я сделала С двух раз Какие-то воины грез пока что не самые ужасные персонажи Но, тем не менее Вот этот был прикольный Благо я быстро поняла В чем суть Я есть горб Великий разум Боль Вознесись Вознесись Я Я есть Наверное, расстроился 929 И нам надо, кстати, было на 900 Душах как раз прийти Здесь покоится горб Великий разум Да Нет, приятный Приятный был босс Никаких вообще к нему претензий И очень Хорошо мы его Атаковали Я считаю И Справились с его заданием Без особой боли Так, давайте похилимся на лавочке И еще мы сменим Щит На другие амулеты Классный, конечно, амулет Я его сейчас распробовала Так как я не очень аккуратная И бездумно атаковать постоянно Лучше мне не давать Лучше, чтобы я сосредотачивалась Именно на атаках Хотя давайте без трюкача А давайте пособираем гео Загребущий рой И Споровый гриб Собираем гео Немножко покопим Мне все нравится Хорошее начало выпуска Мы сейчас пойдем Получается К Грязь муту Проверим здесь все то, что находится Ну, на всякий случай, естественно Ой, эти какие маленькие Какие миленькие Блин, вот что я забыла Мы не взяли Тут амулетик Знаете, можно Можно пока что Колючки страданий убрать Не обязательно Не обязательно с ними ходить Берем капрезный компас То, что я его забыла То я сейчас без него Плохо буду ориентироваться Без длинного гвоздя Я не хочу Не хочу нигде ходить Вот это вот место Куда ведет Ага Это куда-то вниз Ага А здесь мы просто упадем А вот вниз Мне больше интересно Пройти Потому что там Какой-то проход Возможно был Я не помню Я не помню Потому что здесь как раз Как мы начинали Игру По-моему Вот эти вот места В перевале короля Может быть Что-то здесь Мы найдем Ой Мы найдем новое Не знаю Не буду говорить точно Потому что Это может быть И не так Возможно Мы здесь зря Сейчас пройдемся Но тем не менее Почему бы и нет Так А вниз что было? А Вниз ничего нет Да Здесь мы были Это начало игры Живокровь Которую Судя по всему Мы убили Достаточное количество Для чего-то Блин Как классно Можно не париться Насчет гео Вы не представляете Не ну Точнее Вы представляете Но Немножко возможно Не так Здесь мы были Ну и сюда Получается Выход Ага Ну и все Ну мне нужно было Проверить На всякий случай Потому что А вдруг Когда мы здесь были В первый раз Мы Прилично Нашли Закрытых мест Когда вот Ну не в первый раз А во второй раз Точнее мы пришли Первый раз Во еще утесы И много всего Здесь нашли Черт Чуть не померла Так Окей Будем поосторожнее Немножко Подождите А через вот это место Можно пройти Хорошо Это я не против Спускаемся вниз И как раз Зайдем с этой стороны Ух ты Ой Ой Блин Тут шатры Как классно Привет Дорога Да А Нет Подождите Дорога Долга Дорога Долга И полна мрака Но свет Маэстро Всегда освещает Наш путь Класс Новая земля, не похожая на ту Сколько еще земель мы увидим Класс И музыка, блин, мне нравится Так, слушать Ох, вон там У нас тут внезапно появилось что-то странное и зловещее Ох, я весь аж дрожу от ужаса Думаю, мне лучше не обращать на это внимания Ну, согласна С чего все сопричудливые чужестранцы вздумали нарушать покой нашего мирного городка? Паром мне кажется, что весь мир только делает, что пытается действовать минальные нервы Слушайте, вообще очень... О, знак, видимо Что туда стоит посетить, такие афиши Да, сейчас мы туда зайдем Я хочу единственное, что мнение жителей здесь сначала послушать Потому что... Ну, что они скажут? Ага, здесь ничего не говорят Ага, купить у нее до сих пор нечего Хорошо Так у рогача нет смс-сла Ай А к тебе это близко Может быть, ты что-то скажешь? Нет Понятно Понятно Насчет изящного ключа я помню, куда он нужен Потом, когда у нас будет гео, проверим Так, зайдем сначала в маленькое место Какой ты классный Как же красиво тень и пламя будут кружиться в танце Какая у него милая озвучка Святая? Святая? Ах Нас звали? Нас звали и мы пришли Мы пришли Ты, кажется, не боишься Зачем позвали нас сюда? Ах, все равно Можешь не говорить Мы пришли и я чую запах Оно очень глубоко под нами Я хочу его найти, хочу Блин, класс У тебя с собой так много запахов А своего-то и нет Забавная кроха Своего-то и нет Ха, хорошая фраза Интересно, к ней надо будет подойти или что? Что же здесь внутри? Ой, ой, как классно Ааа, мне нравится Спасибо за совет Привет Не из-за тебя мы прибыли сюда, Брум Поговори с маэстро Маэстро? Когда плывет пламя и в разуме горит Родня обнимает зову, что сквозь века летит Понятно, одно и то же будет Хорошо, давайте познакомимся с маэстро Блин, такой огонек красивый, мне нравится Ух ты Ух ты Так Так Так, значит, вот кто нас призвал Ох Блин, у него такой голос Прям Ааа Забавный Вот он мне очень внешне нравится Он очень красивый персонаж для меня Еще вот С красной посветкой Ну, я люблю такую Аааа Ну, вы сказали, что он вампир в кавычках Значит, он не вампир Аааа Ну, в любом случае он классный Рад встречи, друг мой Рад встречи Я грим маэстро этой труппы Аааа Грим Маэстро труппы Мне нравится Ты мне нравишься Грим Пока что ты мой любимчик Фонарь зажжен И мы на зов явились Благостная сцена выбрана тобой Распаханная червом и корнем королевства То почва аккурат для нашего ритуала Что до тебя, друг мой Ты ведь едва взобрался на подмостке Фонарь назначил тебе роль И алым пламенем Контракт подписан Желаем видеть мы тебя на сцене Но нужно больше света нам Мрачное дитя Моя родня разбрелась по округе Собирая сущность Нужная моему роду Пламя грез Вот что Найди мою родню Забери их пламя И верни его мне Вместе мы будем творить чудеса Но не переживай, Кроуха Ты не будешь один в своих странствиях Мое дитя сопроводит тебя И будет собирать в себя ту пламенную сущность Дитя мое, как и ты Играет в этом представлении главную роль Только с ним ты сможешь увидеть мою родню И собрать их пламя Вау Так, подождите Что это мне дали Там новый амулетик Мрачное дитя Амулет для желающих пройти ритуал мрачной труппы Носитель должен найти членов труппы И собрать их пламя И собранное пламя будет отмечено на карте носителя Ух ты Так это же целый квест еще, я так понимаю, дополнительно Класс Класс Блин Это да никак, да? Ладно, а что дальше? Эм Меня смещает одна вещь То, что вот здесь Вот здесь Палится решетка Которая, видимо, когда-то опустится Да-да-да, с двух сторон Мы, видимо, с ним будем сражаться Ну, или с труппой Я не знаю Посмотрим Так, туда пройти пока нельзя Ну, или, может, вообще нельзя В принципе, шатер, я думаю, не огромен Пламя Оточи его Ради маэстро Ради нас Ну, я не знаю, давайте наденем этот амулет Правда, я как раз О, ты вернулся Это одно и то же Это одно и то же Так, хорошо Угу Какая-то отметка странная Давайте посмотрим, что это такое А, подождите Блин, надо сначала амулет, да, надеть? Анна Спарогрипп За грибочий рой Без вас справлялись и дальше тоже справимся Окей. Ой, ты какая милашка. А он будет атаковать? Или она? Это маленькая такая личиночка, жук. Так, подождите, хорошо. Я смотрю на карту, допустим. Так, в его еще хоть и в сух просто нет пламени, я поняла. В глубинном гнезде тоже нет. В принципе, логично. Потому что пламя, ему надо где-то возгораться, жить, правильно? Ну, в принципе, в городе слез. В кристальном пике, прям рядышком. И на зеленой тропе. Можно подняться сейчас в кристальный пик. Прямо здесь посмотреть, как он работает вообще, этот квест. Конечно. Достаточно своеобразная штука-то нас ждет, походу. Интересный квест. Я не буду сейчас на него кидаться, надо еще основные, наверное, делать потихонечку. потихонечку, поэтому мы все же будем как-нибудь поосторожнее. Он теперь все время будет с нами разговаривать, да? Прикольный звук. Так. Ой, надо было ниже. Давно я не была в кристальном пике. Так. Класс! Блин, они тут все отбитые, что ли, такие? Ой, как это прикольно. Смотри, сам не убейся обо что-то, парень. Я не знаю, это озвучка очаровательная. Ладно. Он выполняет свое задание, он достает. В принципе. Только как до него нормально добираться? Это такое место противное. Это очень странный. Я не знаю уж кто ты, получаешься. Почему ты не убьешься об скалы эти? Ну как скалы? Вы поняли, о чем я. Я его не понимаю. Я его банально не понимаю, эту штуку. Ладно. Хм. Хорошо. Хорошо. Без проблем. Убираем капризный компас. Берем что-нибудь еще. Вообще, на самом деле, можно все это убрать и оставить щит грез. Просто к нему прыгать и щитом его цеплять. Как вариант. Потому что я за ним бегать в тех местах как-то побаиваюсь. Да, вот так. И-и-и-и. И-и-и-и. Ну пусть будут колючки страданий. Пускай опять щит за нас делает всю работу. Потому что я его не могу атаковать безопасно для себя. Понимаете? Он неприятный. Он неприятный. Хотя, знаете, всего лишь три огонечка. Но раз уж я зачистила уже когда-то кристальный пик. То давайте мы на нем сначала заострим внимание. А потом уже на какой-нибудь другой локации. У нас же зеленая тропа еще не прочищенная, например. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это я зря. Это я зря. А я не знаю, как отменить эту штуку пока что. Душа моя, это где? Вот опускаем. Как-нибудь там попадается. Будем просто вокруг него ходить. Озвучка, конечно, прекрасная. Очень нравится. Он такой безумный. Ладно. Знаете что? Я думаю, что мы не будем этим пока что заниматься. Он классный. Он классный. Он реально шикарный. Но я хочу продолжить основные квесты. У меня как-то даже вот... Мне очень понравился... Мне очень понравился этот энкаунтер. Но... Ну, точнее, не энкаунтер, а... Волнение вот это вот. Мне безумно понравилось. Это вот трупы и так далее. Но я сейчас хочу сосредоточиться на том, что я должна была давно сделать. И... Сейчас мы с вами отправимся в другие места, пожалуй. А потом мы займемся этой штукой. И отправимся мы, пожалуй, сейчас... Ну, во-первых, мне придется вернуться в кристальный пик. К сожалению. Потому что... А хотя нет. Мы сейчас заберем быстро, потому что мы же не видим... Огонь без амулета нужного. То есть мы захотели, активировали. Захотели, дезактивировали. Поэтому мы сейчас просто забираем нашу душу. Ну, в ней, конечно, гео не так уж и много. Но тоже, знаете... Это мои гео. Просто пускай она там не... Хотя можно было к солю... К солю... Этой... Блин. Джи-джи. Как ее зовут? Я уже забыла. Джи-джи, по-моему. Вот к ней зайти можно было и забрать ее. Точно таким же образом, я думаю. Ау. Ты выжила? Там что, есть какое-то место, куда можно упасть просто так? Так я же падала вниз, и не было ничего. Эм. Ладно. Просто обычно они разбивались об скалы. Ой, вот сейчас я умру. Блин. Не доезжаю до конца нынче. Прям беда какая-то. Это что я сделала вообще? Это такой бред. Просто ужасно. Ну вот так намного проще. Главное с высотой не оплошать. Все пока что. значится, куда мне идти. Давайте определяться. У нас есть зеленая тропа. в которой мы, очевидно, не все исследовали. У нас есть город слез. Где у нас остались, собственно, только эти мобы. Во еще утес мы закрыли. Глубинное гнездо мы закрыли. Грибные пустоши мы не закрыли. И забытые перепутья надо заново перепроходить. Но туда мы, скорее всего, вернемся после того, как дочистим город слез и вот ту локацию, сады королевы, или как она называется. В принципе, можно пойти в зеленую тропу. И там надо закрыть все эти места странные. Я думаю, это будет достаточно оптимальным решением. Мы же ведь там все почти закрыли. Хотя нет, не все. Озеро Ун. Я хочу туда дойти и туда в конец. Я хочу эти колючки пройти. И я хочу снизу пройти вот эти места. Там еще была Туманный каньел, по-моему, называлась локация. Да, давайте зеленую тропу. Проверим здесь все. Ой. Зеленые дети пришли в эти земли из грез. Здесь мы будем терпеливо ждать, когда нас призовут обратно. Ух ты. Ну да, я все с андуши, я не могу собирать. А вот вам и потайное место. Чекаем на всякий случай, но да, здесь ничего нет. Хотя вот здесь вот странная штука. О! Я мастером стала по поиску, походу, разных вещей странных. Класс. Класс. Ладно. Ладно. Хорошо, я пойду туда. Хорошо. Ага. Ага. А я, кажется, поняла, почему мы не могли дальше пройти. Потому что вот. И там была эта фигня. Колючка. Но у меня есть дамблджамп теперь. Мне, по идее, надо собраться и сделать нормальный двойной прыжок через нее. Если получится. Так, хорошо. Соберись, тряпка. Ну, я хотя бы туда добираюсь теперь. Почти только надо вниз бить. Уголок. Не очень красиво. Жаль, нельзя просто помедитировать. Вместе посидев. Потому что очень больно. Чудовищное место. Но, в принципе, можно с дамблджампом его перепрыгнуть на шифте. Идеально было. Давайте так и сделаем. Только мне нужно, пожалуй, похилиться. Отойти. Потому что я не знаю, что будет дальше. Дальше там еще один монстр. И хрен его знает, насколько он дружелюбный, на самом деле. Поэтому давайте посмотрим. Так, парень. Мы об тебя сейчас будем хилиться. Ты в курсе? Ну, я думаю, что ты особо не против. Эм. Быстро умирает. Слишком быстро умирает. Я не успею. Очень много нахилиться от него. Ну, ладно. Это лучше, чем никак, в принципе. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мамоньки! Как я сюда забралась? Что внизу? Внизу шипы! Блин, это мне надо скатиться! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! И там, смотрите, там нужно будет тоже... Как же там сложно? Как же там сложно? Как я... Чёрт! Последняя попытка! Всё! Музыка! 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 Мне в любом случае надо по ним пропрыгать. Боже мой, это ужасно, это отвратительное задание, оно мне не нравится, я не хочу больше его выполнять, скорее всего там тоже что-то низенькое будет. Попробую, фуф, тише, все, все сделала, о боже, ребята, это ужасное задание, это ужасное задание, ужаснейшее, отвратительнейшее, дикое, садистское, я не знаю. У меня это еле-еле получилось, это было круто, это знаете, как преодолеть себя, преодолеть свою тупость в этом задании. И я справилась, и вот то ощущение, когда ты с собой уже доволен, когда все закончилось, когда ты все сделал, его ни с чем не спутаешь, оно очень крутое. И я очень довольна собой, тем, что я это сделала. И что-то там внизу, скорее всего, есть, да? Почему вы там, вверху? Что вы там охраняете, засранцы? Ну-ка. Да вроде ничего, мне кажется, они просто триггерят меня. Мол, через какой путь я пройду. О, черт. Там что-то еще есть. Как так можно? Давайте прекратим. Давайте, давайте прекратим. Ай. И что мне с этим делать? Аккуратнее быть, хотите сказать, да? Просто запрыгнуть сверху? Что сложного? Да, в целом, вроде ничего. Но для меня это такое себе. Мне нужна какая-нибудь лавочка. Похилиться, знаете. Хотя бы. Я же не прошу о чем-то еще. Я хочу просто похилиться. И там чей-то в дом, походу. Как я здесь теперь иду? У меня не настолько длинный шифт. И все. Понимаете? Я сейчас свалюсь просто туда, и все. Мне придется заново... А, нет. Господи. Нет, заново не придется. Единственное, что я могу трюкача пробовать взять. Итему. Но я не знаю, насколько это будет эффективно. Потому что здесь, скорее всего, длинный спейс-то нужен. Либо... Невозможно, надо от этой стены сделать... Ту самую штуку. Че? Че-че-че-че-че-че-че-че-че-че. Как ее отменять? Да. Но я нажала в этот момент на эскейп, если что. Вот. Давайте мы возьмем на всякий случай... Что это было? Трюкач, да? Чаще передвигаться рывками и даже делать рывок вниз. Ай, это чаще. Это не длиннее. Ну да, тогда толку от него мало. Ладно. Ладно. Хорошо. Ну, благо, слушайте, мы проход открыли. В принципе, там пробовать можно что-нибудь. Думаю, вот этот последний вариант, как я просто шифтанула, был хорош. И жизнеспособный. Ну, то есть не шифтанула, а из кристального пика вот этот прыжок далекий. Это интересная была вещь. Подождите, а как? А я не могу обратно добраться. Что у меня должен быть такой за навык, чтобы я это сделала? Нет. Повторить? Я не понимаю, потому что от боков он не отстреливается. Рано? Возможно. Я не понимаю. Я не понимаю. Как мне ни странно, ни обидно, но... Видимо, придется проходить это заново. Несмотря на то, что у меня как бы... Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Давай. Боже. Допрыгнула. Все. Успокоиться. Допрыгнула. Давай. Фух. Очень страшно, ребята. Очень страшно. Давай. Давай, 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 давай. Все, 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 все. Тормози, тормози, тормози. Я дошла. Я дошла. У меня даже осталось пять жизней. Я думаю, вы все это видели. Это было нормально, кстати. Окей. Окей. Теперь я думаю, что мне нужно запрыгнуть сюда. Только очень аккуратно, чтобы не помереть здесь 20 раз. Хорошо, что колючки вот здесь вот не торчат. вот здесь, да? И вот так долететь. Тише. Лавочка. Я это сделала. Это было тяжело. Я не стала вырезать ни одной попытки. Вообще ни одной. Я добралась. Я с собой довольна. Нельзя бросать на полпути все. Я думаю, что у других ребят получше получится. Особенно, кто проходил это все на геймпаде. Потому что мне очень не хватало вот этой привычки. Таких подобных прыжков на клавиатуре. Они не очень удобно делаются. Ну, точнее, да, вроде как бы спейс, там, васт и так далее. Вроде все удобно. Но нет. На геймпаде ты это чувствуешь. Прям стиком нежно вводишь. Поэтому регулируешь спокойно эти все высоты и так далее. А здесь на рандом очень часто полагаешься. Поэтому такая себе фигня. Но я рада. Я очень рада. Я не жалею. О, ты тоже какой-то кузнец получается. Не уж так гости. Зачем приполз сюда, жучок? Может, ты, как и я, любишь делать открытия? Шео, мастер гвоздя. Я Шео. В прошлой жизни я был мастером гвоздя. Да, одно время я только и мечтал стать сильнее и довести до совершенства владения гвоздем. Думал, вот оно, мое призвание в жизни. Но со временем я в этом разуверился. Теперь же я ищу новое призвание. Что-то, что заставляет душу отзываться и двигаться вперед. Именно поэтому я уединился здесь, чтобы познать техники созидания, живопись, скульптуры. За что не берусь во всем, нахожу свое особое удовольствие. Кажется, мои речи тебя не очень-то впечатлили. Или же ты все же ищешь мастера гвоздя Шео? Не велся познать технику гвоздя? И я обучу тебя, если настаиваешь. Да, конечно. Что же он нам даст? С кисточками. О, какой классный. Ой, ты такой суперский. Изученный великий удар. Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы собрать энергию в гвоздь. Отпустите кнопку, не удерживая, вверх или вниз, чтобы совершить великий удар. Ну как? Нравится моя работа? Владение гвоздем, владение кистью. Разницы в этом не так уж и много. Мы прорезаем покров этого мира, чтобы заглянуть в его самую суть. Пока что это все, чему я могу тебя научить перед тобой долгий путь. И лишь ты знаешь, куда идти. Удачи тебе. Супер! Отлично! От мыслей твоей. Брат мой, Ора, что побудило тебя спрятаться так глубоко под землей на самом краю мира, блестой, покрытой пеплом могилы? Что движело тобой гордость, страх или стыд? Может, тебе настало время сложить свой гвоздь, если он так мучает тебя, и найти новое призвание для успокоения души? Это техника гвоздя, что ты изучил. Ураганный удар. Кто был любимый Дармата? Должно быть, он был в восхищении от такого ученика, как ты. Он всегда хотел передать свое знание следующему поколению. Хоть сам он был не очень искусен, он выделялся среди насорвением и добротой. Раз знает, что исполнилось его давнее желание. Стать учителем. То есть, это как бы, ну, не то, чтобы профессионал был, но он мечтал кому-то передать свое знание и класс. У меня есть запасные кисти и красок достаточно. Если тебе надо есть твои гвоздь и давай творить вместе. Он такой милый. Вообще, мне нравятся эти мастера. Очень. Присесть он всегда не предлагает, к сожалению. Пойдемте обратно. Хотя, в целом, давайте, наверное, на этом мы и закончим. Такой получился тоже странный выпуск. Но в нем мы достаточно сильно продвинулись дальше. Увидимся с вами в следующий раз. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok